Что имел в виду Павел, когда говорил, что нет уже иудея, не язычника во Христе, в Мессии? Значит ли это, что нет различия между еврейскими верующими и верующими из язычников, или что все живут одинаковой жизнью? Нет, нет, конечно нет. Давайте посмотрим в третью главу послания к Галатам, где он говорит об этом Галатам. Их принуждали проходить обрезание, соблюдать закон Моисея, чтобы быть спасенным. То есть, чтобы язычники жили, как евреи. И одно из утверждений, которое он делает, это то, что в Иисусе нет ни мужчины, ни женщины, нет ни еврея, ни язычника, нет ни рабов, ни свободных. Что он говорит? Что в Иисусе у нас одинаковый статус. Нет кастовой системы, нет классовой системы в Мессии. Все мы в равной степени сыны и дочери Божьи. Все мы в равной степени ветви на лозе. Все мы в равной степени священники Богу. Все мы в равной степени члены тела. Все мы одинаково любимы Богом и призваны Богом в Мессии и Иисусе. Нет ни еврея, ни язычника. Нет ни мужчины, ни женщины. Нет ни раба, ни свободного. Но подождите, есть ли до сих пор мужчины и женщины? Да. Правда ли, что даже в Иисусе мужчина не может родить детей, а женщина может? Да. И правда ли, что Павел часто пишет мужчинам и женщинам и говорит мужьям, например, любить своих жен, а женам подчиняться своим мужьям и почитать их? Конечно же, до сих пор есть мужчины и женщины. И он желает, чтобы старшие мужчины учили молодых, и чтобы старшие женщины учили молодых женщин. И вот почему, потому что у нас все еще есть различия между мужчинами и женщинами. И точно так же у нас есть различия между евреями и неевреями. Когда еврей спасается, он не становится неевреем. Когда нееврей спасается, он не становится евреем. О, когда Павел пишет римлянам, он говорит достаточно прямо в 11 главе. Он говорит, вам пишу, язычникам. Как апостол язычников, я хочу, чтобы вы заставили мой народ, Израиль, ревновать. И когда он пишет Коринфянам, в первом послании Коринфянам, в 7 главе, он говорит, если ты спасен обрезанным, не становись необрезанным. Если ты спасен необрезанным, не обрезывайся. В конечном итоге это не имеет значения для спасения. Для нашего спасения, прощения, искупления, отношений с Богом нет. Нет ни еврея или язычника, ни мужчин и женщин, ни рабов и свободных. Но для реалии этого мира все еще существуют верующие евреи и неевреи, которые являются одним в Иисусе. И у каждого из нас есть уникальное и особое призвание. Давайте радоваться своему единству через признание наших различий.